перебои да ну давайте так 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 да у меня у меня тоже подвисает это комната поэтому видно видео висит так ну что сама не секундочку давайте так вожей вот все хорошо а комната комната висит так отключить видео так что же проще звук есть но видео висит задний фон говорит о том что находитесь не дома гостиничный номер так что не до тролль из иди все друзья давайте сейчас вроде видно слышно все хорошо так так что давайте подробно 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 что-то что-то вообще не слышно с перебоями кого-то терпим у кого-то все хорошо лучше отключить изображение но и друзья давайте мы на все недостатки все сегодня исключите делать ну значит такой сегодня интернет вот трансляция у на сегодня не будет вот чтобы он не не это самое понятно но я буду вячеслав давай так я буду говорить сейчас как есть запись в контакте будет что сможем что пройдет то не пройдет значит так сказать так попробуйте отключить видео ну давайте попробуем отключить видео камеру и видео так так камеру и видео отключилась как звук сейчас звук есть андрей вячеслав дайте обратную связь так 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 Хорошо? Стало лучше. Ну давайте, друзья. Сегодня у нас июля. Это экофеста, 74 дня до... Два крайних вебинара с Алексеем были в дорогах, на переговорах. Сейчас мы об этом расскажем. Поэтому, скажем так, тут не то, что приносим свои извинения, а это текущая работа, и это характеризует сейчас переход на новый этап всего проекта Skyway. Мы с вами должны понимать, что до нашей встречи, до основного отчета от конструкторского бюро, генерального конструктора, юнитского автора проекта, который сегодня вас собрал всю одну, скажем, такую многонациональную команду, которая страны мира, сотни тысяч сущихся этим проектом, разное сообщество, которое верит в технологию инженера юнитского Skyway, о том, что это сегодня востребовано и нужно человечеству, о том, что мы на этом сегодня... И это будет приносить каждому из нас серьезных друзей, которые уже реализовала и за четыре... или там, что мы с вами собрались в сообщество, инвестировали и собрали определенное количество для того, чтобы создать технологию. Август... То есть, руководство... ...своего труда, мы тоже это с вами поговорим. И сегодня можно четко говорить, что технология создана, что единарная сертификация... Сегодня готовится сертификация по другим регионам мира. И сегодня уже на старте и в запуске 10... И мы, как краудинвестинговый и венчурный фонд Skyway Capital, и будут другие наши партнеры запускать адресные проекты по всему миру. И это, как раз, друзья, капитализация той интеллектуальной собственности, которая заложена в технологию. Это капитализация тех венчурных инвестиций, которые мы с вами сделали за... Это... ...оправдание тех надежд... ...инженера Юницкого, и как бы эти инвестиции, эти надежды стали приносить результат. Соответственно, все для того, чтобы это двигалось... Так, у меня Алексей говорит, что... ...когда комната будет... Ну что, друзья, будем проб... ...буквально еще сейчас... ...в комнате... Ну все, давайте тогда, друзья, мнение... ...значит, тот, кто не сможет посмотреть сейчас... ...если звук в комнате есть, то в перископе запись идет... ...она тут же будет выложена во всех чатах, во всех сетях... ...вконтакте запись идет, поэтому... ...давайте будем считать, что Мирополис сегодня... ...Мирополис сегодня... ...ну, скажем-то, другие... ...ресурсы сейчас включены... ...возможно... ...можность... ...будет возможность там все... ...тем более... ...что в звук идет... ...основных событий... ...что сейчас... ...много нам задают вопросов и очень созданы большие ожидания по тому, что движется сейчас и какие идут направления у нас в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах, в Арабском общем мире... Значит, как мы уже говорили, что все эти события и все это может освещать только Юницкий, как непосредственный участник информации... ...что это доведет, потому что, друзья, вы должны понимать, что это построение бизнес-процесса, это, во-первых, Восток, во-вторых, очень большие проекты и деньги, поэтому давайте будем относиться к этому очень с большим пониманием и терпеливо ждать тех событий, которые будут до нас доведены. Соответственно, что там действительно очень серьезно... ...это покажет только время, а мы со своей стороны и с Алексеем Капиталом... ...то, что мы сейчас говорим, мы будем освещать и показывать вам те адресные проекты, которые сегодня стоят... ...как и мы сегодня... ...которые сегодня готовы стартовать и капитализировать уже ту технологию SkyWay, которую мы сегодня создали. 4 августа, друзья, я сам с нетерпением жду этого события. Мы с вами... ...обрастуры... ...показывалось и некому... ...покажем принципиально... ...подвижной состав и Юницкий как раз создал сегодня уникальнейшие машины и с точки зрения легкого юнибайка, то есть создана новая машина, которая, скажем так, нового поколения, и созданы новые поколения юникаров и юнитраков. Мы с вами тоже все это... ...система, не знаю... ...это пульт может быть чуть толще, который выполняет те же функции, которые были перед трассой, которые сегодня уже являются полномогкой или там, скажем, среднего класса, и по которым уже движется юнибайк... ...сегодня уже проведены испытания и юникара, которые сопровождаются по этой путевой структуре. Поэтому, друзья, это то разведение заклада... ...куда мы вас призывали действительно... ...выгодный им твоими глазами и увидим... ...выполняют роль, которая... ...устроит труднодоступных... ...опоры и легких дронов-прототипов, которые сегодня могут... ...ногами вниз, пропеллером, так сказать, по траве, ...соответственно, демонстрируют уникальнейшие летные качества. Все это, друзья, уже создано. И все это мы с вами увидим своими глазами. Конечно, летающих дронов в действии нам никто не покажет, потому что это все-таки друзья... ...не авиашоу, а экофест. И с точки зрения безопасности... ...раз даже показать в движении машины... ...это была большая... ...это и... ...увидеть уже образцы... ...также дронов, о которых мы говорили, ...вы также увидите... ...можете также и грузовые, и погрузочные терминалы. Поэтому, друзья, выступления самого генерального конструктора и автора проекта... ...все это мы с вами, друзья, будем видеть, будем являться свидетелями и сразу понимать, что экофест, а следом за ним инотранс, этап... ...это переход на новый уже этап развития Skyway, потому что будет продемонстрировано уже и скоростной модуль, который будет выходить на скорости 500-600 км в час. Почему сейчас делается вилка? Потому что расчетные характеристики показывают, что эта машина может давать не только 500 км в час, а в 900 км в час. Хотя все, друзья, покажут только ходовые испытания, поэтому 500 км в час – это расчетная скорость. Но, естественно, при испытаниях будут выводиться на максимальные режимы, но для этого должна быть построена трасса не менее 21 км, и тоже в ближайшее время будет объявлено, где будет строиться эта трасса. ... ...было бы интересно... ...сейчас уже на финишном этапе... ...финишной... ...прямой сейчас вопрос... ...выдущее... ...развитие этапов, которые сразу... ...после экоферии... ...и поэтому, если на прошлом и на трансе в шестнадцатом году были покажены... ...сейчас… ...сейчас уже по всему миру и патенты... ...по всему миру... ...восемнадцатого года... Машина, которая метров в час, и из-за следования будут проведены ее ходовые испытания. А нельзя не отметить сейчас в нашем сообществе о том, что с нами не стоит, а именно шестиместные. Здесь, друзья, могу сказать, что это принципиально концепт SkyWay. Это основное, куда идет сегодня автомобиль, создаем отрасль транспорта. Это самая большая отрасль, которая перевозит самое большое количество пассажиров. И это то, где самая большая проблема именно в транспорте – это и безопасность. Это полтора миллиона погибших людей. Это и инвалиды, которые там больше 10 миллионов в год. Это и экология, то есть безумие, которые сжигают и выбрасывают автомобили. В городах – это и доступность сегодня, и загрязнение уже около мегаполисов. Проблема. Так вот, сегодня и контейнеры, которые сегодня, и контейнеровозы, которые сегодня на дорогах в зоне. То есть я… Приоритет, который сегодня в Ницкаре – это форс. В свое время был самым массовым именно транспортом автомобиль, потому что он дал концепцию семейного автомобиля. То есть когда семья может перемещаться в ближайший пригород, и таким образом и расширил ореол расселения, то есть мегаполисы, территории, который запустил массовое производство автомобилей. И перевернул реально целый человек в начале 20 века, писаться абсолютно в новом направлении. И сегодня то же самое происходит. И здесь, друзья, кто-то это понимает, кто-то не понимает. Со временем поймете, друзья, что именно семья, который концепт основного транспорта. В одном месте, потом пересаживаться, потом опять разъезжаться, друзья, этот концепт обходит в прошлое. Сегодня имейный перевозки индивидуально. Мы говорим о том, что Татьяна стремится, который формируется Скайвэем, это абсолютная свобода. Это то, что каждый человек из своего места на своем юнибайке может перемещаться в любую точку мира. Это следующая сеть развития человека. Свободный в ореоле там 200 час. 50 километров в час. Или как мы его любим называть юнилит. Это уже со скоростью 500-600 километров в час. Ореол 1500. Это свобода человека, который может свободно перемещаться. И для этого не мы списываем. А первый. Самый массовый вариант. Шестиместный. На все. Дискуссии на это я. И стики. 500 местные. Важно и неправильно. Потому что, если надо ехать одновременно, равно. Будут сидеть в персонале. Друзья, здесь транснет и скайвей дают абсолютно новую свободу. Когда в любое время, когда вы хотите, пересек из своего юнибайка, вы можете на скоростном юнибусе, юнилете перемещаться в любую точку мира. И если кто-то считает, друзья, что он так большая ошибка. Еще раз говорю, все развитие транспорта показало то, что только семейный, только индивидуальный автомобиль, а в данный момент это электромашина, которая сегодня позволяет решать эти проблемы. Так как она абсолютно экологически чистая, то есть она работает на возобновлении новой веха, и мы не раз вам говорили, и транснет, это идеальная система транспорта. Она сегодня решает все недостатки, которые есть, не обладая ни одним недостатком, который есть во всех сегодня транспортных системах. Наверное, можно сказать, за исключением одного. Это того, что он сегодня не массовый и не построены миллионы километров. Но это, друзья, как и многие зрители, в молодости, в мудрости, старости. Петров, это не за горами. И в этом году мы стартуем уже с адресными проектами. И здесь я сейчас начну, наверное, буквально в трех словах Алексей дальше продолжит, а я потом могу поотвечать на вопросы, пока эти, которые скопились за это время. Друзья, мы в Бернадина, километров от Милаки, первые Альпы, места чистейшие, уникальные, лучшие люди. Это кантон, в котором живет всего 150 человек. Соответственно, коллеги Альпы, друзья, это доброжелательные люди, к себе пастерами, которые прямо передо мной. Это человек, который там является неоспоримым авторитетом, даже не представляет. И мы все развитие дальше и нашего кантона видим. А метро. Которые мы как инвестиционный, скажем так, как делать, и об этом мы будем рассказывать. что у нас с ним. Это абсолютно открытый проект, в котором каждый принять участие. Почему мы перспективу? Прежде всего, друзья, это центр Европы, это самый центр Европы. Это 2,5 миллиона туристов, которые проезжают у города в Альпу. Это 8 европейские инвесторы. Это европейское законодательство. Но мы это делаем сейчас с точки зрения оформления через Рейхенштейн. и в Швейцарии. евросоюзная интересная интересная снижая сечения заказа на инвестиционных фондов с точки зрения технологий блокчейна и токенизации. Они сегодня прописали все законодательство, которое позволяет сегодня делать и крипто-сообществу инвестировать, и крипто-сообществу входить в такого рода инфраструктурные проекты. Поэтому сегодня, друзья, в нашей составляющей, когда мы говорили, что мы подводим сегодня крипто-направление именно с точки зрения что серфон именно со стороны и партнеры, и на запуске юридическое обоснование взаимоотношения с инициаторами адресного проекта в данном случае из Швейцарии и работа с властями, то есть это и президент, и глава общины, который сегодня является общим, скажем, таким партнером. Это и конструкторское бюро, и головная компания, которая выступает именно уже исполнителем с точки зрения поставки машин и оборудования. Поэтому, друзья, это общий коллективный проект, и только когда есть общий консенсус, когда застигнуты такие проекты, до этого вы говорили, какой проект будет первым, то есть Бернардино, это красивейшее и интереснейшее место, и это целый запуск новой отрасли туризма и именно горного фитнеса. Это и сейчас у нас проработаны с нашими партнерами из Латинской Америки, там, где есть месторождение литиевой соли, а это стратегическое сегодня сырье. Это и работы в Гвинеи, в Индии, и еще, друзья, мы много говорили, почему сегодня мы не акцентируем и не говорим про конкретный проект. Друзья, зачастую, даже такой проект начинают ему мешать. Поэтому какие-то проекты будут абсолютно закрыты с точки зрения бизнес-информации, какие-то проекты такие, как мы будем спешать пока показывать постоянно, что это проекты запуск нового горного велосипеда 21 века, то есть, когда вы можете перемещать горный воздухом, глядеть на все эти красоты, и причем время суток, что это будет для всей Европы, travel семей перемещения друзья, с блокчейном, законы только сейчас приняты, которые позволяют и наполнять уставной капитал компании уже с помощью токенов, и производить сегодня расчеты и открывать счета в банках уже сегодня и в фиатных деньгах и в криптовалюте. Это, друзья, абсолютно новое то, что сегодня идет. Ни в одной юрисдикции мира пока этого не существует. И, соответственно, друзья, организация проекта, то есть, помнили, за криптоплатформу это тоже, друзья, абсолютно новая вещь. И за все эти направления, и начиная с небольших таких проектов, Сен-Бердамин, друзья, я просто учусь еще выговаривать, я очень люблю это место, но очень плохо с иностранным языком. Соответственно, это и литиевое месторождение, это и проекты в Гвинеи, и еще очень-очень. Но именно проекты будет запуск инвестиций, ну а дальше это, как говорится, естественное развитие тех процессов, мы так, как вы нас обрадуете, хоть одним километром построены где-нибудь трассы, вот это будет и кофе стоит и на трассе. процесс идет, пока мы вам можем продемонстрировать парки, там ко кофе будет трасса абсолютно нового, скажем, уже такого нового класса, нового поколения, вот это то, что идет в развитии, то, что не было предусмотрено изначально, а к адресным проектам, друзья, мы не раз и не два уже об этом говорили, это сложнейший процесс, и эти процессы идут сейчас во многих уголках о каких-то вещах только и то, что те проекты считают открывать и говорить уже инициатор проекта Skyway, это инженер Юницкий, он будет до вас доводить и до вас соответственно как партнеров и как инвесторов соответственно вам показывать перспективу тех инвестиций, которые мы с вами сегодня мы ждем тех которые сегодня происходят и с вами понимать одно чудеса о том, что завтра завтра обязательства Skyway будут продаваться в 10 тысяч еще или как тут не долг пора показать сейчас никто раз и второе вы должны четко понимать пока не будут запущены проекты пока они не какие же никакой были речи быть и работаем венчурном проекте задача которого собственность которую инженер юницкий создавал дизадрес проекты мы начинаем это разъя а может так дополнительный инструмент который должен войти в новое сообщество и привлечь дополнительные инвестиции для реализации проекта skyway когда друзья это будет происходить когда это будет это покажет только время соответственно мы с вами это этими инструментами ну друзья давайте я сейчас передам слово алексею он как участник всех этих событий как участник всех переговоров как всегда у него свой взгляд на те события которые происходят вот поэтому сейчас я передаю слово алексею а я как всегда в конце могу и ответить наиболее встречающиеся вопросы которые можете писать подведу небольшой итог там с вами лично экофесте в мариной горке Минске алексей тебе слово коллеги здравствуйте напишите пожалуйста как меня видно как слышно благодарю Сергей Анатольевич нормально видно слышно так Андрей напиши пожалуйста это или чат как я понимаю сейчас не работает я думаю что нормально все видно слышно да друзья действительно как бы уже фактически неделю мы находимся непосредственно в командировках то есть у Сергея Анатольевича командировка сейчас продолжается то есть он сейчас находится если не ошибаюсь в Болгарии на переговорах очередных я собственно вернулся вот буквально сегодня тоже с поездок и хотел бы обрисовать вообще что происходило свои эмоции положительные описать что я увидел что я прочувствовал потому что вначале перед поездкой на переговоры в пригороде Милана то есть непосредственно с аэропорта сразу мы поехали в отель там проводили фактически переговоров Алло да Сергей Анатольевич видимо случайно включился и соответственно в начале были дискуссии и взаимодействия с нашими партнерами с головной компанией непосредственно по крипто направлению я могу сказать что сейчас уже констатировать факт что заниматься продолжать заниматься крипто направлением именно в рамках подготовки платформы не платформы это будет это покажет время будет непосредственно головная компания с поддержкой наших партнеров арабско-индусских и соответственно это сделано именно с той подачей с той позиции так как сейчас нельзя допустить никаких промашек именно в плане подачи на менталитет потому что в том числе и на восточный мир это будет и на азиатский мир подаваться в плане маркетинга и друзья все-таки мы готовили инструмент и приготовили инструмент для реализации адресных проектов здесь же достаточно серьезная стратегическая задача для того чтобы через блокчейн показать как Skyway будет увязываться с другими зелеными технологиями но в данном случае это соответственно солнечной энергетики и так далее то есть эту задачу естественно мы не ставили перед собой потому что и так комплексная задача достаточно и стояла и стоит то есть это оцифровывание трассы для этого был сделан симулятор то есть в гитхабе можете посмотреть кто имеет доступ кто разбирается в программировании я думаю что настанет время если это понадобится мы продемонстрируем этот симулятор потому что многие просто не поймут там коды бегут транзакции выполняются но сообщество так скажем те кто действительно в этом разбираются они понимают что было сделано и соответственно вот такая стратегическая общая мировая я бы сказал задача она сейчас будет выполняться силами головной компании и наших фактически наверное сейчас под ними из тех партнеров на которых возлагаются огромнейшие надежды разглашать так скажем имена и так далее то есть мы не имеем права потому что это достаточно закрытая информация то есть когда вы увидите на видео этих партнеров и если головная компания сделает соответственно репортажи видеорепортажи потому что были очень серьезные делегации и это все вживую видел и очень серьезное обсуждение очень серьезные решения уже так скажем с того мира где мы говорили что все опять же повторюсь на очень серьезном уровне в плане поддержки не то что чиновников а высших правителей именно восточного мира соответственно эти делегации переместились уже непосредственно и на территорию Минской области но кто приезжал зачем приезжал это соответственно уже нельзя повторять тех не то что ошибок это в любом случае опыт но помните когда в Индии возникали такие ситуации что Анатолий Эдуардович партнеры приходили на переговоры и на столе у министра транспорта уже лежала газета с очернением проекта Skyway и с подготовленной атакой на проект Skyway поэтому так скажем большие потенциальные инвестиции любят тишину я немножко перефразирую фразу что деньги любят тишину потому что действительно это очень серьезные переговоры они были проведены успешно об этом когда посчитает нужным именно в плане разглашения данной информации сообщит именно пресс-отдел головной компании лично Анатолий Эдуардович Юницкий сейчас мы не имеем права говорить эту информацию только так скажем свои эмоции но если переходить к эмоциям друзья вообще вот то что я увидел на производстве сердце и душа радуется тут я могу сказать абсолютно открыто абсолютно честно что я давненько уже не был на производстве на Экотехнопарк мне попасть не удалось потому что были переговоры непосредственно в КБ с партнерами для выстраивания дальнейшей стратегии но то что я увидел на производстве это превзошло все мои ожидания потому что настолько объемная работа проделывается и действительно то что позиционируется что уже многие сотни по если говорить больше тысяча подвижных составов возможных к серийному производству тысяча не тысячи чтобы потом вдруг нас не тянули за язык это действительно все реализовано и вопрос масштабирования производства вопрос закупания закупки новых станков ЧПУ но соответственно Александр Викторович Сынкевич абсолютно доволен результатом и работа выстроена настолько фактически наверное автоматизирована каждый знает чем занимается и неизменно во всех важных пунктах местах непосредственно производственных площадок стоит календарь потому что в первую очередь сейчас нужно следовать срокам и так скажем правильное слово от наших партнеров вовремя deliver то есть именно выдавать готовый продукт и возможно кому-то будет казаться что делается не то что ожидали они лично я могу сказать про высокоскоростной состав то есть когда я увидел вживую высокоскоростной модуль который будет представлен на инотранс друзья это то что завоюет рынок на мой взгляд очень быстро и начнется это именно с маломестного подвижного состава и логика транспорта в том сейчас который мы продвигает состоит что мы не конкурируем друзья с железными дорогами мы не конкурируем сименс мы соответственно создаем на втором уровне транспорт который является в первую очередь личным мы создаем транспортные гаджеты о чем мы неоднократно говорили потому что в том обилие новейших подвижных составов которые никто еще никогда не видел и я был просто поражен потому что юнибайк отдыхает это действительно первое поколение таких вот мобильных персональных пространств как мы оклассифицировали с Сергеем Анатольевичем то есть туда фактически наверное все услуги могут войти и все положительные моменты которые сейчас используются в смартфонах то есть вот этот подвижной состав если по юнибайку были еще вопросы как укомплектовать тот как это и все таки юнибайк он больше похож и по аэродинамике и по форме как мы раньше говорили на рыбу на карася но дизайнер создатель юнибайка немножко обижалась на это сравнение и по форме вы можете увидеть что он походит на многие пассажирские дроны на концепты которые уже появляются в том числе в арабских эмиратах и друзья вот то что я увидел я не видел этого нигде в мире то есть то что происходит и производится уже спроектировано и создается уже так скажем в пластике в железе в сложнейших системах автоматизированного управления с помощью использования профессиональнейших современнейших станков ЧПУ и работать не останавливается ни на секунду действительно как бы работники выполняют свои функции день и ночь то есть это очень сжатые сроки мы о них помним которые стояли перед инотрансом в прошлом когда мы представили сжатые в кратчайшие сроки юнибайк и юнибус то есть первые версии я искренне верю и могу только понадеяться потому что факт покажет но что-то мне подсказывает что факт покажет реальность что мы увидим действительно перспективнейшую модель высокоскоростного транспорта в который можно будет сесть посмотреть и соответственно это заменит на мой взгляд просто очень быстро когда начнет развиваться сеть транснет сеть адресных проектов на основе технологии Skyway различные суперджеты и подобные скоростные перемещения которые сейчас используют человечество потому что мы видим насколько пагубно для комфорта перемещения людей для именно экономии каждого пользователя транспорта сколько неудобных вещей создается я думаю что все знают такой такого лоукостера ну это взято на самом деле с модели Ренеер и Бисес не ошибаюсь европейские лоукостеры самолеты авиаперевозчики и победа соответственно нас вообще позиционирует я видел что разработки уже происходят стоячие места в самолете друзья стоячие места в самолете это сложно себе представить по удобству по комфорту но производители вынуждены на это идти для того чтобы максимально оптимизироваться и максимально делать доступными тарифы потому что когда предоставляются скидки до 1000 рублей а сейчас даже по 500 рублей можно приобрести вынужденные производители именно по авиатехнике авиаперевозчики лоукостеры идти на такие меры дискомфорта для меня это действительно дискомфорт когда нельзя с собой пронести портплет когда нужно все засовывать в чемодан все мнется соответственно но это вынужденные меры для того чтобы оптимизировать затраты экономить топливо и соответственно предоставлять более выгодные стоимостные условия перевозки для каждого пассажира пользователя тогда этим транспортом пользуются больше и возникает такая вот иллюзия мгновенного перемещения но друзья не сравните абсолютно потому что я спрашивал задавал вопросы нашим партнерам как ощущение от перемещения по провисающей путевой структуре уже на юнибусе на юникаре соответственно они говорят что такого комфорта они не испытывали никогда абсолютно что сравнивать с самолетом друзья ну я думаю что юнилет 500-600 километров в час то есть как мы позиционируем потенциально заметно среднемагистральной авиации это абсолютно возможно и никому не нравится друзья и в самолетах перемещаться как сардина в бочке даже не в консервной банке а в бочке целой с сардинами и болтаться там никому не нравятся эти огромные самолеты потому что комфорта они не добавляют и лучше будут перемещаться 6-7 местные подвижные составы и уже по потребностям рынка будут добавляться места как и произошло на самом деле и с юнибусом и появился юникар уже сейчас на испытаниях то есть это потребности рынка но началось все с минимального но максимально комфортной перевозки пассажиров когда мы даже на полу вытянутой руки на расстоянии не будем доставлять какого-то дисбаланса дискомфорта входить в зону комфорта находящихся рядом человека и как-то отвлекать его смущать то есть мы создаем комфортный безопасный экологичный способ перемещения ну и так как повторюсь увязано на именно первичной такой глобальной стратегии с текущими альтернативными источниками энергии как солнечная энергетика потому что крупнейшие производители сейчас поддерживают технологию Skyway эту систему именно реализацию подобной модели размещения подобной платформы которой и мы с вами будем потом пользоваться этим сейчас будет заниматься головная компания и соответственно наши потенциальные стратегические партнеры это действительно я повторюсь очень мощные игроки сегодняшнего и экономического и возможно и политического мира и вы все это увидите и услышите уже от освещений головной компании ну а мы со стороны Skyway Capital я думаю что вы все заметили что Transnet IO сейчас он не показывает ту информацию которую раньше показывал потому что мы не можем сейчас позиционировать платформу потому что ну во первых и платформа сейчас не будет запускаться то есть вначале будут запускаться адресные проекты и во вторых дабы так скажем абсолютно поддерживая и абсолютно понимая развитие и планы наших арабско-индусских партнеров то есть потенциальных стратегических инвесторов это направление полностью передается им и соответственно с запасом я могу сказать в ближайший месяц мы увидим уже я на самом деле не уверен увидим ли мы все как краудинвестинг но материалы определенные будут подготовлены для такого глобального крипто размещения либо создания крипто платформы мирового уровня мирового масштаба но мы как skyway capital друзья мы договорились с членами правления уже организовывать движение по адресным проектам потому что этого невозможно сейчас не делать потому что мы не можем поставить все на красное либо на черное и именно складывать яйца в одну корзину сейчас множество проектов уже за этот месяц было инициировано с подачи блокчейн направления крипто направления мы рассказывали вам про поездку в бургас когда уже с чиновниками мы общались и они были абсолютно воодушевлены моделью размещения токена как именно билет будущий токен на будущую услугу сейчас эта схема прорабатывается с нашими лихтенштейнскими коллегами юристами и вот среди обилия всех достаточно компетентных профессиональных и стремящихся именно создать что-то новое непосредственно на европейском пространстве если быть точным на границе фактически Швейцария Италия вот эти все люди имеют отношение к возможному первому проекту в Сан-Бернандино почему я говорю возможному потому что друзья сейчас действительно начинается такая гонка какой проект будет первым и здесь вы видите делегацию и наши венгерские партнеры инициаторы адресного проекта и наши юристы здесь также лихтенштейнские вы можете увидеть на этой фотографии и руководители коммуны то есть это если переводить на русский язык уже как область и непосредственно города непосредственно самого Сан-Бернандино мэр то есть это уникальнейший человек обладающий на мой взгляд огромнейшей проницательностью и понимающий технологию юницкого буквально с полуслова уже с первых встреч и соответственно вы видите уже спереди улыбающийся такой уже человек в профессиональном масштабе в возрасте можно сказать это человек который мог пессимистично отнестись к технологии но он абсолютно поддерживает и я думаю что видно по улыбке люди бы не стали фотографироваться мы называем эту фотографию именно такой уже судьбоносной фотографии которая историческая и может войти в историю и войдет в историю и соответственно с этого может уже начинаться конкретный адресный проект ну и соответственно то что мы сделали друзья то есть симулятор блокчейн симуляция для выхода уже на реальную трассу как раз таки мэрия коммуна и руководство Бургаса видят перспективу и видят будущее в экономике размещения токена токен как именно будущая отложенная услуга в данном случае это пассажироперевозка это может быть и грузоперевозка это может быть и более расширенная экономика но даже такая узкая экономика заинтересовывает и Бургас и Сан-Бернандино возле которых проходит возле Сан-Бернандино проходит автобан трасса по которой перемещаются фактически не соврать чтобы еженедельно это Юрос наш партнер который прорабатывает этот адресный проект и готовит всю информацию более точно можно сказать 2,5 миллиона автомобилей вы представьте даже если в одном автомобиле по одному человеку это потенциальные пользователи этого проекта и видя красоты Альп видя то что это находится недалеко от озера Кома то есть я там находился на переговорах с потенциальными инвесторами и увидел все эти красоты на самом деле это может сформироваться такой глобальный спортивно-туристический кластер который перерастает уже в связку между деревнями и далее уходит уже на связь на коммуникацию с Миланом с Италией непосредственно но естественно таких глобальных вещей мы стараемся не говорить уже на заседании на съезде уже по проекту в Сан-Бернандино в котором я повторюсь участвовали и юридические представители и финансовые и политические представители скажите мне вообще блокчейн размещение потенциальное где такая поддержка со всех сторон и типичных адвайсеров крипто направления не будет абсолютно никакого труда к нам присоединить потому что много людей будут воодушевлены этой идеей тем более когда за маркетинговую часть уже будет предусматриваться определенный бюджет ну и самое интересное что наши партнеры которые готовы выкупать землю уже при подписании соглашения с головной компанией лично с Анатолием Эдуардовичем Юницким они готовы нести и такую серьезную часть маркетинговых затрат мы знаем что крипторазмещение при уже созданной технологии то есть симуляция это я считаю прорыв вообще в транспортной индустрии и благо что это в первую очередь было создано для Skyway потому что плохо если бы это создали допустим в Airloop в Hyperloop энтузиасты криптоэнтузиасты и как-то уже начали модифицировать свою экономику токена которой у них сейчас нет абсолютно у нас же это есть мы знаем как двигаться в каком направлении и друзья когда в Бургасе нам чиновники говорят что да потенциально у нас 60-70 тысяч пользователей и они так или иначе будут пользоваться билетами так или иначе они будут заинтересованы в этом размещении так как они будут с огромной скидкой покупать те билеты которые они и так бы покупали посуществляя ежедневные покупки обычного билета уже за обычную стоимость без дисконта естественно когда им будут говорить что вы сможете использовать либо в реальной жизни либо потом в специальный пул этот сбрасывать программный пул и у вас будут уже другие пользователи либо туристы мы не забываем что Бургас это все-таки Болгария это также туристический регион выкупать эти билеты и вы уже будете также еще и получать некую заинтересованность дополнительную ну и что говорить о комбинации вообще реального и именно крипто направления то что в финансовом аспекте ну наверное Лихтенштейн даже обходит сейчас мировые такие крипто столицы мы посмотрим понаблюдаем за Мальтой более того на Мальте у нас есть проект это как раз проект от в том числе партнеров которые предлагали нам горнодобывающие проекты именно в модели в логике крипторазмещения в Аргентине в Чили и на Мальте также очень интересный проект связки двух островов там буквально несколько километров но стратегически важная связка потому что этот поток будет направляться соответственно и в виде туристов и в виде посетителей в том числе казино то есть какое направление будет у проектов Skyway как и глобальное так и локальное друзья я могу сказать одно что оно будет разное и оно будет для разных целевых групп и для разных целевых адресных проектов ну и соответственно какую-то часть целевых адресных проектов уже по той тропе которую проложил в том числе и Андрей Федорович Ховратов инициируя потенциальные адресные проекты и делая авант проекты непосредственно в логике традиционного финансового инструмента мы уже будем применять уже крипто юридический финансовый инструмент и самое главное юристы наши настолько воодушевелились технологии Skyway что хотят действительно и спрашивали когда Экофест когда лучше как лучше взять билеты в республику Беларусь они хотят посетить ну и что говорить наши маркетологи тоже которые потенциально одни из тех кто будет готовить это размещение тоже воодушевлены а те кто не воодушевлен сейчас просто не работают в команде потому что такие люди не смогут создать продукт для проекта Skyway и я могу сказать друзья если говорить лично про себя у меня был выбор наверное перед которым многие криптоэнтузиасты которые делают платформу сталкиваются когда попытаться охватить все и создать платформу для всего бизнеса но друзья наше убеждение то что платформа создается для бизнеса который сейчас не существует но он будет развиваться стремительно и очень быстро по всему миру намного быстрее чем это сделал интернет поэтому для всего бизнеса четко спозиционировали с кем-то пожестче разошлись с кем-то в мирных отношениях с кем-то остались кто дел симулятор в том числе блокчейн это молодой парень Санкт-Петербурга действительно настоящий бриллиант программирования который воодушевлен технологией Skyway в плане оцифровывания трасс и соответственно мы можем сказать что действительно механизм так или иначе был сделан и сейчас вопрос в том что для стратегической задачи представления технологии Skyway именно в совокупности с другой зеленой технологией или другими зелеными технологиями этот симулятор сейчас является такой локальной задачей для оцифрования трасс чтобы создать новое решение технологическое решение понадобится не один год этого времени у нас друзья просто нет поэтому маркетинговую юридическую финансовую пиар упаковку и создание именно красивого образа вот этого размещения в мировом масштабе это все сейчас находится в руках непосредственно головной компании и в руках наших одних из стратегических главных партнеров потому что у них есть специалисты у них есть мирового масштаба маркетологи и соответственно на результат который будет сделан мы все с вами я думаю что посмотрим всегда буду говорить фразы до воплощения этого факта в действительность возможно потенциально теоретически то есть я думаю что вы заметили всегда повторяю такие фразы когда есть некий венчур есть некий риск и про платформу мы также говорили поэтому ни цента сторонних инвестиций мы не привлекали от сообщества и не имели права этого делать это можно сказать именно криптоэнтузиазм и уже определенные такие я бы сказал немалые серьезные затраты непосредственно группы это я Сергей Анатольевич еще инвесторы именно которые решили пойти на этот венчур локально и естественно головная компания в лице Анатолия Эдуардовича Юницкого потому что Анатолий Эдуардович тоже видел в этом механизм и когда наши партнеры с огромнейшим мировым опытом развернули этот корабль и сказали что нужно делать не так а нужно делать по-другому соответственно мы не можем спорить с этим опытом поэтому сейчас сайт Transnet I.O он не запускается он приостановлен и будет запущен если будет запущен при согласовании с головной компанией при подписании определенных соглашений по адресным проектам при проработке авант проекта уже непосредственно проект адресный первый для размещения сайт появится именно при выполнении всех этих фактов на первое размещение то есть вся предварительная работа она уже проделана мы готовы подать в юрисдикции Лихтенштейна финансовую регулятору определенные необходимые документы он даст заключение это токен который воспринимается как доступ к инструментарию проекта либо этот токен который можно приравнивать как ценные бумаги соответственно процессы выхода на биржи и так далее то есть они различные будем с нетерпением ждать вердикта от финансового регулятора но друзья я могу сказать что без подписания соглашения меморандума сотрудничестве мы по проектам двигаться не сможем и искренне надеемся что в плане дополнительной и финансовой подушки и дополнительно стратегической подушки мы найдем совместно с инициаторами адресных проектов быстрый контакт без каких-либо бюрократических задержек бюрократическое тут даже не подходит слово есть четкое понимание что сейчас все департаменты зао струнные технологии загружены по максимуму если головная компания найдет время чтобы соответственно эти процессы также параллельно запустить наше убеждение как членов правления это необходимо сделать потому что друзья мы с вами проходили уже многое мы с вами проходили и Литву мы с вами проходили и республику Беларусь когда сначала выделение определенной территории потом часть территории уже промедление и когда появляются партнеры когда появляются уже потенциальные инвесторы уже соответственно поезд уходит и естественно Юницкий вынужден быть максимально гибким подстраивающимся условиям мировой действительности друзья я не побоюсь этого слова потому что тот проект который мы с вами делаем это сложный проект это действительно комплексный проект и что бесспорно и Анатолий Эдуардович это может подтвердить и мы как члены правления все подтверждаем было создано главное была создана научная школа в недрах зао струнные технологии неважно в какой стране будет масштабироваться на адресный проект на производство на реализацию каких-то тестовых участков научная школа костяк она у нас уже есть и не случайно даже уже в конце декабря старейший Московский транспортный университет институт подписали соглашение о том чтобы внедрять технологию Skyway как именно предметы обучения для будущих студентов потому что все понимают что эта технология так или иначе будет востребована как сейчас востребована профессия летчика инженера проектировщика и так далее и тому подобное то есть появляется новая индустрия появляется новая сфера и появляется новая капитализация мировой экономики мы наблюдаем и наблюдаем мы создали инструмент для реализации локальных целевых адресных проектов и друзья самое интересное начнется когда вы сможете в этих размещениях уже и об этих размещениях и рассказывать другим вашим потенциальным партнерам и будет уже складываться логика что за счет адресных проектов выполняя заказы по закупу в рамках уже более 700 людей работает в зао струнные технологии в рамках полной оптимизации затрат полного соблюдения сроков и соответственно максимальной экономии уже будет ускоряться значительно даже при отсутствии возможно стратегических инвесторов направление скоростной трассы уже когда подвижной состав будет перемещаться из тех новых направлений которые меня лично глубоко поразили я очень впечатлен повторюсь посещением производства потому что то что я видел я мог представить только во сне это уже происходит наиву и то что когда-то стив джобс придумал смартфон которым пользуется сейчас весь мир анатолий эдуардович придумал транспортный гаджет который на мой взгляд будет будет пользоваться будет использовать весь мир и это фраза Сергея Анатольевича которую неоднократно он повторял что будут перемещаться десятки миллионов уже не юнибайков а чего-то нового чего я не могу сказать но как утверждает головная компания вы увидите это что-то что вызвало во мне полнейший вау эффект уже на экофесте и это не может не радовать ну а мы друзья как члены правления будем готовить дополнительные стратегии дополнительные меры развития адресных проектов помимо направления восточного мира азиатского пространства потому что про Европу нельзя забывать особенно когда есть проекты где уже выделены те участки земли даже сертификация по сути не нужна потому что все уже договорено еще раз посмотрите на улыбку вот этого действительно старейшего профессионала старейшего в хорошем смысле этого слова потому что это человек слово которого в данном кантоне значит очень многое и это не может не радовать друзья я очень доволен поездкой я очень доволен результатами то что сейчас действительно на мировом уровне будут развивать наши партнеры продолжат уже в том направлении которым они видят потому что они не видят такие узкие локальные задачи для развития именно стратегического потому что это действительно узкие задачи это так же как продумать стратегию либо охвата интернета целого континента либо уже направлять его в города села чем и будет заниматься краудинвестинг по моему убеждению в будущем и нулевое окно про которое мы говорили сначала размещение первого адресного проекта повторюсь при заключении меморандов сотрудничества и дальнейших необходимых шагов для инициаторов адресного проекта для нас как для именно команды членов правления Skyway Capital как только это будет выполнено вот этот локомотив этот юнилет децентрализованных адресных проектов полетит и начнется не только глобальное взаимодействие синхронизация технологий Skyway уже с существующими альтернативными технологиями для их увязывания потому что это единый рынок это единая логика спасения человечества улучшения климата и того от чего пострадают все люди но мы будем сосредотачиваться на локальных задачах потому что есть вены есть артерии ну а капилляры никто не отменял строй Skyway спасай планету и дай дорогу мир транснету Сергей Анатольевич вам слово так попробую включить видео и звук как сейчас видно как слышно видно слышно потому что связь слышно сейчас так все пошла связь отлично все видите сейчас чуть поднастроился поэтому как бы после выступлений Алексея всегда оптимизм намного увеличивается вот поэтому друзья практически на локиров выступление Андрея Хавратова фонда Skyway Invest Group по поводу что в этом году акции уже могут стоить 3-5 долларов поэтому какая эта логика в этом наверное тоже есть я не буду ни опровергать ни говорить это все-таки скажем так отдельно фонд отдельный маркетинг отдельная логика привлечения вот поэтому все кто считают нужным слушайте смотрите анализируйте тем более что сейчас инвесторы и каждый решение участвует в том или ином напряжении у всей команды которая сегодня работает во всех направлениях очень высокая поэтому друзья к сожалению пойти я думаю что все те проблемы которые встают и на также будет двигаться и на перископе и вконтакте и в фейсбуке и в мирополисе поэтому я думаю что где-нибудь хорошая запись или хорошее это будет и соответственно будет сделать партию вынес к это и так так сказать и в расстоянии естественно что будут предлагать и будут в обязательном порядке все вот поэтому друзья мы на среду надеюсь что строим спасаем поэтому друзья строй skyway спасай планету все друзья с не не а а а а и а а а и Продолжение следует...